Богатый зал, представительная публика и развлечение тоже статусное. Ожидают столичную звезду воочию увидеть, пока дорогие гости разогреваются горячим и горячительным. Он пропускает чашечку кофе и уютно устраивается в кресле. Вадик Галыгин из пафоса, только разве что псевдоним. Рэмбо в обычной белой футболке пола и джинсах. Он может себе позволить быть простым. Уже некому и нечего доказывать. Все сделано и так. Я гастроли люблю, зрителю своего обожают. И считаю, что люди делают человека популярным. И они должны и обязаны видеть человека, которого они создали, сделали кем-то, чтобы было свое родное отчетно выбранное собрание. Вот привет, я тут не зажрался, не где-то не увиделся. Галыгин в Самаре не первый раз. Сходу называет пять названий улиц без ошибок. У него здесь друзья и даже одна опасная история. Один раз самолет артиста целый час кружил над городом в ожидании посадки. Смотрю, такие повалены деревья, то есть там какие-то сорванные рекламные там щиты. Действительно, я говорю, а что здесь было? И там ребята, которые встречали. Да тут ужас какой был. В этот раз обошлось без ЧП. Галыгин прилетел на очередную дружескую встречу. Повезло, что в ресторан. Звезду накормили, обогрели и даже учли пожелания в райдере. Перед выступлением столичный комедиант любит почитать. У меня написано в райдере, это домашняя пресса. То есть газеты, периодические издания, которые выходят непосредственно в этот городский вид. Галыгин только успевает выйти на сцену, а публика уже улыбается. Он поднимает первый тост. Артист предупреждает. Выступление будет сегодня, ну, очень откровенным. Гости в зале уже через пять минут забывают об угощениях и тарелках. Разворачиваются к сцене, значит, зацепило. Значит, правда, хорошо шутит. Один раз он все же душутился так, что в Польше стал персоной нон-грата. В Самаре шоумену, кажется, можно все. И даже его верзила. Охранники могут расслабиться. Он не торопится уходить со сцены. Настроение поймал. Значит, зрители довольны.